Матитьягу, это отец семьи, глава семьи, и его сыновья подняли восстание против греко-сирийской армии, захватили несколько городов, они потом, как мы знаем по празднику Ханука, они потом осветят храм, ну, в общем, под ним народный, национальный дух. Так вот, против воинов Маккаби были посланы войска. Всего воинов у Маккаби было 5000 человек. Это даже не крупная война. 5000, это такой локальный рефликт. Так вот, наших было 5000. Потому что мы во время бегали, только нападали. И служили наемники, люди. А там мы потом с вами еще... И... Все армии, то есть... Говорит о том, что нельзя брать добычу. В одном случае, там как раз еще Абинона написано, два города не взяли полностью уничтожая, а вот в одном городе Бог сам разрешает, пусть возьмут добычу. То есть войска надо кушать и нужно расплачиваться все-таки за какие-то там продукты и за оружие надо платить. Поэтому несколько раз будут запрещать, один раз разрешают взять добычу. Почему? Если добычу брать каждый раз, люди привыкают, что война это прибыльный бизнес. Он тайком там что-то обходит, остается в живых и получает большую добычу. И потом делит и везет ее домой и так далее, и так далее. То есть мы получаем бандита. Если можно брать добычу, то мы получаем бандита, который с удовольствием воюет. А еврейская традиция говорит, что воевать надо за дело, а не для удовольствия и не для добычи. Поэтому 35 тысяч, которые послали, это были как раз профессиональные за те. А мы обе были воодушевленными и очень религиозными людьми. Такие в хорошем смысле религиозные фанатики. И вот 35 тысяч стали на холмах и увидели 5 тысяч войска Макаби, которое только что взяло город. Это войско, 5 тысяч человек, только что сожженный город. То есть дымится город, и они не вошли в город. Они не стали грабить. Они стояли в долине и чистили оружие для следующей битвы. 35 тысяч людей, которые не хотят умирать, решили, что лучше не идти на таких людей, которые жизнь положат, но с собой в могилу пятерых увезут. И они отступили и ушли. Да, битвы не было. Восстание не смогли подавить из страха. Когда я говорю, характер выигрывает битвы, это знание, которым обладают все военные люди. Нет военного духа, не будет войны. Даже если 5-10 раз будет больше людей. 180 тысяч человек выставил Дарий, персидский царь, и 30 тысяч человек выставил Александр Македонский. И он смел 160 тысяч, 161-167. Он смел их. Почему? Потому что воины Александра Македонского были воины от Бога, по природе. Они не ограбили, они не, так сказать, их задача была прекратить Велико-Персидские войны и наказать Персию за нападение на Грецию. Неоднократное нападение на Грецию. В общем, короче, военный дух. И вот военный дух в это время, конечно, оставляет желать лучшего. Разведчики просто подавили этот дух. И говорят, сердце, здесь вот у него еще Аббенуна есть, и сердце людей растаяли, как вода. Вот такое выражение есть, растаяли, как вода. И что же происходит дальше? Да. И распускали они злую молву о стране, которую высмотрели между сынами Израиля, говоря. Страна, которую прошли мы, чтобы высмотреть ее, это страна, губящая своих жителей. Или нет. Там пожирающие своих жителей. Слово Охэ – пожирающие. И весь народ, который мы видели в ней – люди-великаны. Не все люди были великанами. Там были сыны Анака. Ну, не все же были. Поэтому они делают обобщение. То есть немножечко правда, особенно в начале правда. А потом начинаются собственные страхи, так сказать, гипертрофированные страхи. Они говорят, они там все великаны. Там видели мы Исполинов сынов Анака. А вот где Исполин у нас. Потомков Исполинов были. И дальше удивительная. Вот где видно фразу «У страха глаза велики». «И были мы в глазах своих, как саранча, и такими же мы были в глазах их». Вот где здесь подвох. Где здесь говорится о высочайшем страхе. Окей, ты себя… То есть то, что называют психологи самооценка. Ты себя можешь оценивать очень низко. Да, еврей никогда нечаясь большим ростом. Да, мы малоросленькие. Да, мы, в общем, конечно, уступаем. И трудно себе представить, если мы стоим под стенами хорошо укрепленного города. То есть то, что они себя видели саранчой – это их проблема. Но как ты влез в глаза своего предполагаемого противника? Мы были саранчой в их глазах. Ну, комментарий, конечно, оправдает. Потому что они вроде как разговоры слышали о том, что муравьи человекообразные появились на наших виноградниках. Вроде анаки. Атинофилим там рассказывали. Значит… Но это медраж. Здесь очень точно. Это то, что с нами происходит. Мы пытаемся свою низкую самооценку приписать вот тому человеку, которого мы боимся. И ему переписываем наши страхи, наше видение, видение самого себя. Мы приписываем другому человеку. И это, естественно, это неправда, это ложь. Но это и неправда. И то есть вот эти люди… Ну, вы понимаете, подставу, подстановку. Эти люди на нас смотрели как на саранчу. Ты ни этого не знаешь. И врать не обязательно. Кстати, очень хорошая фраза, которая когда-то повлияла и на меня. Я в юности еще ее услышал. И потом я многим своим друзьям, когда вдруг начинается сомнение в собственных возможностях, я эту фразу им предлагаю использовать. И сам использую, если вдруг это нужно. И вот это то, что не знали наши разведчики. А фраза звучит так. Мнение человека о себе передается другим и действует как внушение. Представляете, насколько глубоко. Если мы о себе думаем, что мы не справимся, что мы слабенькие, что мы маленькие, мы передаем это мнение, человек это считывает с нашего лица и с наших глаз. Мало того, он так не думал до того, как мы начали ему это показывать, а это значит, что мы его убедили в этом. То есть действует как внушение. То есть действует как внушение мнение человека о себе, передается другим и действует как внушение. Вот яркий пример, когда это произошло в истории еврейского огорода. На наш сегодняшний день это очень хороший урок, но в истории посмотрите, что произошло. И зарыдало все общество после таких слов, естественно. У всех потекло сердце, растаяло, как вода, как написано Юшу Абенуна. И зарыдало все общество. Плакар народ в ту ночь. И раптали на Машея Рона все сыны Израиля. Сказала им все общество. Лучше умерли бы мы в стране египетской, в пустыне этой ли. Умерли бы мы. Зачем Бог ведет нас в страну? Эту, чтобы парень мы отмечали. Что запомнил? Как он все запомнил? Потому что он им отвечает. Всевышним отвечает. Тут вот отмечать жены-дети нашей добычи. И сказали друг другу. Назначим Рош, начальника. И в основке в Селегипет. Пали Машея Рон. И Ешу Абенун. И так далее, и так далее. Всему обществу. Страна хороша. Пытается убедить. Ничего не получается. И сказал Бог. Я уже в посуде 14 глава 11 посуд. Сказал Бог, обращаясь к Маше. До каких пор будет гневить меня этот народ? До каких пор не поверят они у меня? Не поверят они у меня при всех знамениях, которые я совершил среди него. И он дальше предлагает, что он поразит весь народ. А Маше произведет другой народ, более многочисленный. На что Маше возражает. Потому что люди воспользуются и могут принизить имя. Бога принизить нельзя. Но имя Бога могут принизить и сказать, что не в силах Бог ввести их в эту страну. Поэтому он их уничтожил мором. И Маше говорит это Богу. Бог говорит, хорошо. Я их оставлю по слову твоему. Но. То есть вот эти слова. Ты предполагаешь. Ты знаешь людей. Ты предполагаешь, что они. Вот. Но он говорит. Так. Все эти люди, видевшие славу мою. То есть те чудеса, которые и нагрешены во время выхода из Египта. Знамения мои. Они все люди видели. И все равно не верят, не доверяют. Которое совершил в Египте и в пустыне. Но испытывали меня уже десять раз. Кстати цифра не случайная. Действительно десять раз у нас были ровно вот до этого случая. Это был десятый случай. Когда народ роптал на Бога. То есть роптали на Маше. Но фактически на Бога. Два раза у моря. Они говорили, лучше бы нам было умереть в Египте. Два раза с Маном. Они говорили, что мы решены в настоящей пище. Два раза с перепелами. Тут цифра буквально посчитана. Два раза с перепелами. Когда он их наказывает за прихоти. Это в прошлой главе мы с вами распирали. Один раз грех Золотого Тельца. И последний раз это собственно говоря разведчики. И он говорит, да кори же мне терпеть. Десять раз они меня уже испытывали. Ну то есть сколько нужно человеку, чтобы убедиться в силе воли Всевышнего. Его способности управлять этим миром. Иначе это не назовешь. Сколько? Он говорит, видишь, и десять. Мало. Что они испытали, я им доказал. И они опять испытывают. Не увидят. Не увидят. И дальше он прямо по словам этих разведчиков. Не увидят они страну, которую обещали отцам их. И все, кто гневил меня, не увидят ее. То есть разведчики сто процентов. Он сразу не увидит ее. Раба же моего Калива, на котором был другой дух. Он был мне проведен в виду страну. И потом в страну будет владеть ей. В Каливе останется Херман. Но Амаликитяне и Кнаитяне живут в долине. Завтра обратитесь, идите себе в пустыне по дороге Суф. Он, правда, соглашается, что люди с таким невоинственным духом не справятся ни с Амаликитянами. Они действительно там живут. И Кнани тоже там живут. Но он говорит, что вот эти люди не войдут. А дети, которых они сказали, что будут жертвами. То есть наши женщины и дети станут добычей. Вот детей я введу. И не добычей они будут, а наследниками вашими. А вы все, кто видел мою славу, дети не видели. Но вы все, кто видел мою славу, не достойны. Потому что не вызвало вас это веры. Да. Ну, пожалуй, что все. Почему я решил сегодня остановиться пресазе именно на этом отрывке? Дело в том, что он, во-первых, это один из десяти грехов народа в недоверии. Но самое главное, мы с вами отмечаем этот грех как траур. Девятая Ава. Разрушен первый храм Девятого Ава. Разрушен второй храм Девятого Ава. И грех разведчиков тоже совершился Девятого Ава. Много что совершилось, но мы туда поставили грех разведчиков. И сорок дней до Йом-Кипура – это сорок лет скитания по пустыне, как искупление. Вот мы с вами после Девятого Ава, после греха разведчиков, мы с вами готовимся этот же там шабатот на хаму, на хаму, утешьтесь, утешьтесь. Но мы понимаем, пережив грех разведчиков, пережив тот позор, который мы совершили и то наказание, которое нам дали, мы теперь сорок дней идем к Йом-Кипур, как сорок лет раскаяния и воспитания силы духа и доверия к Всевышнему. Потому что именно десятого Тишрея, то есть Йом-Кипур, мы доверяем своей душе, мы доверяем свою жизнь ему, мы просим быть к нам снисходительными. И это вот мы демонстрируем ту самую веру, то самое доверие, которое наши предки не проявили по отношению к Богу. Мы искупаем и их в том числе, десятого Тишрея в Йом-Кипур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok